А в Дагопилсе по адресу Менделеева 13А планируют построить котельную и для получения теплоэнергии будут использовать отсортированный мусор с полигона Цейныши. Дагопилчана заботил вопрос о том, насколько вредны будут выбросы этой котельной для среды и здоровья людей. Для того, чтобы разобраться в этом, съемочная группа отправилась на сортировочный полигон. Проследить за процессом сортировки и посмотреть на конечный продукт, который впоследствии станет топливом – вот цель нашей телевизионной экспедиции. Первое, в чем мы убедились – здесь сортируют только бытовые отходы. День здесь проходит примерно 100-110 тонн бытовых отходов и произвели бы топливо где-то 40-50 тонн в день. Это в месяц мы 3,5 тысячи, 3 тысячи здесь пропускаем, значит, в году где-то мы произвели бы по тысяче тонн в месяц, значит, где-то 12-15 тысяч тонн в год. Процесс начинается со взвешивания мусоровоза. В такую машину можно загрузить до 10 тонн мусора. Фронтальный погрузчик подает отходы на сортировочную линию. Сюда не должны попасть крупногабаритный мусор, который горожане часто засовывают в контейнеры, иначе линия попросту встанет. Еще в самом начале сортировки мощный магнит отделяет железосодержащие отходы от остальных. Следующая составная часть линии – своего рода сита, которая пропускает через себя мелкие фракции сырья. После этого мусор подается на мануальную сортировку. В этом цеху отделяют годный для переработки мусор пластмассу и цветной металл. Этим занимается шесть рабочих. Остальные компоненты, такие как одежда, обувь, мелкая бумага и картон, попадают в отдельный бункер. И это большая часть бытовых отходов. Именно они пойдут на изготовление топлива. И это примерно 40-50 тонн в день. Мы сейчас видим, что в сортировочном цехе все бытовые отходы прошли вот этот путь. И 50%, которых еще можно было бы использовать в подготовлении топлива для котельных, которые производят тепло, мы их просто сейчас захораниваем. Сегодня это потенциальное топливо, которое просто хоронится на полигоне, дорого обходится горожанам. За него необходимо платить налог на природные ресурсы, который составляет 35 евро за тонну. И он включается в тариф на вывоз мусора. С каждым годом этот налог обещают поднимать. Однако, если из мусора готовить топливо и сжигать в котельной для отопления домов, то платить такой налог не нужно. И это позволит снизить тариф. К тому же, сжигание топлива будет происходить с использованием самых передовых технологий, что, по заверению специалистов, сведет к минимуму выбросы вредных веществ в атмосферу. В этой котельной будет применена технология, где где-то 3-5 секунд он будет сгорать при температуре 850 градусов, где уже нет никаких зараз, микроб и бациллов. То есть, и потом будут стоять фильтры трех видов, сейчас не буду перечислять, значит, и что будет потенциально делать выбросы невредными для населения. В странах Западной Европы этот процесс давно налажен. Подобного рода топливо применяют для обогрева жилищ. Эти технологии применяются во всех Западной Европе. Там уже захоронения как таково не происходит. Все это топливо превращается в теплоэнергию и электроэнергию. Например, в Эстонии большую часть таких отходов сжигают, тем самым экономя дорогое топливо, такое как газ и щепо. И еще один факт. Специалисты посчитали, что используя отходы с полигона как источник теплоэнергии, полученного тепла хватит, чтобы полностью обеспечить город горячей водой в летнее время. Экономия очевидна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok